Привет, меня зовут Даша, и в этом видео я буду отчитываться о книгах, прочитанных за сентябрь месяц. Возможно, мне придется разбить его на две части, прочитанного много. И начну я с Сесилия. Не верю, не надеюсь, люблю. Но в связи с тем, что я об этой книге рассказывала в своем видео книжной обновке, я не буду ей уделять сегодня особое внимание и перейду уже к следующей. Следующая книга Сесилия Ахин, о которой я хочу сказать, это книга «Подарок». Книга очень глубокая, очень насыщенная мыслями, эмоциями. Она поясняет очень четко такие вещи, что эти моменты, когда в жизни человека может произойти какое-то событие, оно может быть мелким, может быть крупным, которое переворачивает не то, что всю его жизнь, все его мировоззрение, все его принципы, то, как он относится к миру, все просто встает с ног на голову. Это очень духовно богатая книга, там есть чему поучиться, есть что понять. Сесилия Ахин открывает нам глаза на очевиднейшие вещи, которые настолько очевидны, что просто читаешь иди, выдаешься. Как же я раньше этого не замечала? И, конечно, тут только кирпич не держится в конце книги от хотя бы пары слезинок, потому что невозможно не расплакаться. До того так трогательно написано, и я не буду раскрывать сюжет тебе, потому что это будет уже спойлер, и я этого не хочу. Эта книга создана, чтобы удивить, потому что я когда читала, я задавалась одними и теми же вопросами все время. Что же случилось? Что же случилось? И это действительно нужно прочитать и понять. Поэтому я не буду тебе даже намекать на сюжет, я просто скажу, что очень важно, чтобы человек прочел эту книгу. Именно эту книгу мне пришла в голову следующая мысль. Тоже, кстати, очевидно, достаточно. Когда мы выливаем некий негатив на кого-то, кричим, проще говоря, мы зарождаем семена зла, которые потом обязательно прорастут и дадут свои плоды. Вот это я поняла. Читаешь и становишься заболеет. Особенность такой книги как подарок в том, что все сюжетные линии, описание поведения героев, самих героев, их мысли, это выглядит так натурально, что просто в почтении ощущаешь себя неким ангелом, я не знаю, который сидит и наблюдает за земными существами. Мне, кстати, безумно приятно, что Сиселя Ахин в своей книге подарок пропагандирует не просто любовь к семье, но и ответственность перед ней. Шикарная книга. Я просто тебе ее навязываю. Прочти. Давайте посмотри на меня. Я ее дочитала буквально сегодня. Тоже не буду тебе ничего конкретного говорить. Я скажу только что. Мне кажется, никто еще не писал об этом существе из мира детства. И фильмов тоже не снимали. Пишут о чем обычно, о Санта-Клаусах, об его эльфах, даже о собаках Санта-Клауса пишут, о зубных феях. Но об этом, о нем, еще никогда не писали. И эта книга тоже, как и другие книги Сиселя Ахин, очень ненавязчива, очень так незаметно и увлекательно преподает нам очередные уроки, без которых не освоив, которые будет сложно. Меня как человека свято верящего рекомендации изменилила следующая цитата из данной книги. Отец всегда говорил, что если чувствуешь, как по спине пробегает холодок, значит, кто-то ходит по твоей могиле. Мне понравилась цитата и мне как-то сразу в нее поверила. Кстати, хоть я и сказала, что не буду говорить, кто главный герой, наметну. Главный герой очень напоминает, по сути, своей, одну из ролей Джонни Деппа, где он играл автора, Питера Пэна. Фильм, кажется, «Волшебная сона». Да, фильм называется «Волшебная сона». Там еще какие-то мысли отыграет. Вот он очень смахивает на автора вот этой пьесы Питера Пэна. Далее, конечно же, мне не хочется бездонцовой. Ну, что поделать, если я покупаю все ее книги, а она очень плодовита. Всем все странно по мозгам. Главная героиня Татьяна Сергеева это все, что я тебе скажу. Сюжет для нее очень интересная и захватывающая. книга из-под пера Джоан Грант «Крылатый фараон». Ну, как понятно по названию, речь, конечно же, идет о Египте, о древнейшем Египте. И она может показаться это книга сказкой-сказки, потому что там брат своей сестре рассказывает притчи, но они сначала только кажутся такими наивными, легкими-легкими сказками, которые действительно мог придумать только ребенок, но если вдуматься в их сюжет, не буду забегать вперед. Повествование начинается с действия главных героев и даже раньше. Дело в том, что главная героиня книги она реинкарнирует и книга начинается именно с того, что ее посылают, что она узнает, что она переродится на земле. Вот. Ну, книга не то, чтобы мистическая, хотя мистики в ней достаточно. Даже нет, не мистики, религии. Египетская, конечно, религия, но и не только я там и вдала частички и других религий. я даже не знаю, какому жанру ее причислить. Я тут думала очень смахивает на утопию, но не совсем то. Думала я и о Данте, и о его божественной комедии, но там только глава смахивает на божественную комедию, только очень похоже и на Библию чем-то, может быть причами, но тоже нет. В общем, я так и не определила, потому что роман, тем не менее, и не исторический тоже. В общем, жанр что-то между тем, что я только что перечислила. То есть в ней есть и утопия, и божественная комедия, в ней есть и Библия, и история чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Автору потрясающе удалось передать атмосферу древнего Египта. Я буквально дышала древнеегипетским воздухом, которым когда-то дышали древнеегиптяне. До такой степени удалось автору перенести меня в эту атмосферу. Особенность книги в том, что именно в этой атмосфере, которую автор передает, потому что сама сюжетная линия ее можно сравнить с берегом Нила. То есть берега скучные, они всегда стоят на одном месте. А река атмосфера книги, она постоянно движение, она искрится под лучами Солнца, она сияет под сиянием Луны, в ней плещутся рынки. То есть приняла меня? Очень много внимания удивляется возвышенной духовности, что действительно очень много о духовности, о грехах, о достойных поступках, о наказании, о вознаграждении, ну конечно, о духовности. Не все поймут эту вещь, далеко не все, особенно те, которые традиционно относятся к понятию душа. Но мне книга понравилась чрезвычайно. Я тоже хочу рассказать о книге «Между небом и землей», Марка Леви, ты может быть видел фильм с участием Лизы 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 Сполн, с одноименным названием. Книга по сюжетной линии соответствует фильму, что меня удивило. Обычно американцы не особо стараются сочетать книгу с фильмом и тем не менее. Однако книга всегда лучше фильма. Очень она затягивает себя. Если ты открыла первую страничку и начала читать, ты не сможешь оторваться, пока ты не закроешь последнюю. Со мной было так. Может тебе будет иначе. Речь идет о том, если ты не знаешь, что девушка попадает в аварию, она не умирает, она впадает в кому, но тем не менее не призрак, а ее некий фантом. Он уходит из тела и влюбляется. Не буду рассказывать дальше, если тебя заинтриговала и ты прочтешь эту вещь.